Мы продолжаем решать неопределённые интегралы с помощью замены переменной. И давайте решим такой интеграл. Вычислить интеграл от дроби в числителе. Натуральный логарифм 2х в знаменателе. Натуральный логарифм 4х. И умножить на dx и разделить на x. Можно было под одну дробь записать, разницы нет. Теперь давайте подумаем для начала. Я уже говорил, чтобы сделать замену. Во-первых, часто приходится заменять то, что нам больше всего не нравится. Больше всего нам не мешает. Нам здесь много что мешает. И логарифм 2х, и логарифм 4х. Понятно, что можно расписать как логарифм суммы и в числителе, и в знаменателе. И везде будет логарифм x. Мало того, мы ещё видим, что если мы единицу делённую на x, вот это выражение, загоним под знак дифференциала, то будет под дифференциалом тоже натуральный логарифм x. Почему? Потому что производная логарифма это как раз и есть единица делённая на x. То есть получается, что мы уже видим, что нужно нам заменять. То есть мы видим уже, что нужно заменять логарифм x. Почему? Ещё раз повторю. Потому что dx разделить на x, мы увидели, что это и есть дифференциал натурального логарифма x. Кстати, прежде чем сделать замену, можно было вообще с этого и начинать. То есть взять и загнать под знак дифференциала, а потом уже сделать замену. Давайте, наверное, вот прям так и сделаем. Для начала, во-первых, давайте разберёмся с этими логарифмами. Смотрите, логарифм 2x. Логарифм 2x по свойству логарифмов это будет логарифм суммы. То есть получается, скобки открываются. Натуральный логарифм 2 плюс натуральный логарифм x в числителе у нас. В знаменателе у нас будет натуральный логарифм 4 плюс натуральный логарифм x. И вот здесь мы решили сразу x загнать под знак дифференциалов. То есть получается у нас не что иное, как дифференциал от натурального логарифма x. От натурального логарифма x. Теперь очень просто сделать замену. Ещё раз хочу повторить. Вот давайте проверим, действительно ли dx разделить на x равен дифференциалу натурального логарифма. Действительно это так или нет? Вот давайте внизу я вам напомню, во-первых, формулу, которую я на каждом уроке напоминаю. А именно эта формула очень важная для решения неопределённых интегралов. Это определение дифференциала. Дифференциал любой функции равен производной этой функции умножить на dx, на дифференциал независимой переменной. И вот посмотрите, если мы сейчас проверим, найдём вот этот дифференциал логарифма, то чему будет равен дифференциал логарифма? Это производная логарифма умножить на dx. А производная логарифма это единица на x, да ещё умножить на dx. То есть как вы видите, это и есть единица на x на dx. То есть вот как раз это и есть вот это выражение. Далее. Делаем подстановку. То есть сразу видно, что у нас вообще ни х в чистом виде нет вообще ничего. То есть везде у нас фигурирует только логарифм. То есть видим, что у нас зависимость только от логарифма. Поэтому замена очень простая. Натуральный логарифм х равен t. Больше ничего нам писать здесь не нужно. То есть посмотрим, что же в итоге у нас получится. То есть получится такой интеграл. Интеграл от дроби в числителе. Натуральный логарифм 2 мы перепишем. Плюс. А вместо натурального логарифма х подставляем t. То есть получается плюс t. Разделить на натуральный логарифм 4 плюс t. И посмотрите. Дифференциал логарифма. Вместо логарифма просто-напросто t подставляем. Вот вместо логарифма t. То есть получается сразу в готовом виде дифференциал dt. То есть давайте умножим на dt равно. Что делаем дальше? Вот здесь необходимо выделить целую часть. Как это можно сделать? Можно по-разному. Например, можно поделить в столбик, как мы делали на прошлом занятии. А можно вот так сделать. Посмотрите. Например, взять, прибавить логарифм 4 и вычесть логарифм 4, чтобы ничего не изменилось. Давайте, наверное, так и сделаем. То есть вот в числителе мы возьмем и прибавим натуральный логарифм 4. Теперь давайте допишем еще плюс t. Теперь допишем тот логарифм, который был. Вот он был, натуральный логарифм 2. Значит, он должен там остаться. Натуральный логарифм 2 должен остаться. И теперь, смотрите, надо вычесть то, что мы прибавили, то, что лишнее. То есть вот этого у нас не было. А значит, нужно вычесть натуральный логарифм 4. Таким образом, если вы сейчас в числителе приведете подобные слагаемые, смотрите, натуральный логарифм 4 с минусом и с плюсом взаимно уничтожается, и будет t плюс натуральный логарифм 2, то есть то, что было раньше. И разделить, давайте на натуральный логарифм 4 плюс t перепишем, и умножить на dt равно. Теперь, что мы можем сделать дальше? Теперь мы можем почленно поделить. Посмотрите, мы можем вот это все разделить на эту сумму, и потом в дальнейшем поделить вот это второе все слагаемое на этот знаменатель. Поэтому таким образом так мы и сделаем. То есть возьмем, почленно поделим. То есть логарифм 4 плюс t на логарифм 4 плюс t. То есть получится у нас единичка. Получается единичка. Значит получается единица. То есть смотрите, мы делим вот эту сумму на логарифм 4 плюс t. Получается единица. Значит после деления у нас получается единица. И смотрите, вот это все еще нужно разделить. Но это просто нужно переписать. То есть получается плюс дробь натуральный логарифм 2 минус натуральный логарифм. Да, кстати, давайте, наверное, здесь что сделаем? Посмотрите, это же разность логарифмов. А что это значит? Если это разность логарифмов, значит это логарифм частного. То есть получается натуральный логарифм 2 четвертых. Это значит 1 вторая. А 1 вторая это 2 минус 1. Минус единичка пошла вперед. Получается тогда минус натуральный логарифм 2. То есть минус натуральный логарифм 2. Я думаю, понятно, да, как? Ну, хотите, давайте вот здесь вот покажу, потом уберем. То есть получается у нас что? Разность логарифмов. Значит это будет логарифм частного 2 четвертых. Это получается натуральный логарифм сокращаем на 2. Получается 1 вторая. 1 вторая это 2 в минус 1. Это получается натуральный логарифм от 2 в минус 1. И минус 1 перед логарифмом выносим. Получается минус натуральный логарифм 2. То есть я так и записал вот здесь. Посмотрите. Минус натуральный логарифм 2. Доразделить еще. И давайте вот этот знаменатель перепишем. На первом месте обычно переменную. Давайте так и запишем. От перестановки мест слагаемых сумма не меняется. t плюс натуральный логарифм 4. Скобка закрывается dt. Ну а теперь интеграл суммы равен сумме интегралов. И в итоге у нас получается, смотрите, интеграл от единицы. Это просто будет интеграл dt и минус, потому что вот он минус перед логарифмом. Минус, теперь натуральный логарифм я могу вынести вперед. Минус натуральный логарифм я выношу вперед перед интегралом. И у меня остается интеграл от dt и разделить на t плюс натуральный логарифм 4. Вот здесь вот сразу, посмотрите, вот когда мы сейчас будем интегрировать, мы будем находить вот сейчас в дальнейшем вот этот интеграл. Как его найти? Нужно под дифференциалом добиться того же самого, что у нас вот здесь вот в знаменателе. То есть нужно вот эту константу, логарифм 4 это какая-то константа, какое-то число. То есть вот эта константа. И вот эту константу нужно под знаком дифференциала прибавить. Мы знаем, что можно под дифференциалом прибавить или отнять любую константу. Значит мы здесь мысленно как бы прибавляем, ну хотите немысленно, можно и так прям дописать, прибавить натуральный логарифм 4. От этого дифференциал не изменится. Потому что мы знаем, давайте внизу напомню, то есть мы знаем, что дифференциал от kx это все равно, что k на dx. Кстати, вот из этой формулы тоже следует, вот из этой вот, из основной. Да, если хотите, можете проверить. Производная kx равна k, да еще на dx. Ну и теперь запишем ответ, что у нас тогда получается. Посмотрите, интеграл dt, интеграл дифференциал, как мы помним, если там ничего между ними нет, они как бы взаимно уничтожают друг друга. Интеграл, другими словами, от 1 на dt равен t. Значит, получается тогда это равно t, а второй интеграл у нас получается минус натуральный логарифм 2. А вот это, смотрите, что под интегралом у нас получается, это все равно, что z и это z, да? Это получается dz разделить на z. А что это такое, dz разделить на z? Это то же самое, что dx разделить на x, то есть это натуральный логарифм модуля z. То есть это получается, что это у нас будет натуральный логарифм модуля вот этого знаменателя, то есть модуля z. То есть это получается t плюс натуральный логарифм 4. И плюс константа c. Ну и теперь нам осталось только вернуться назад. То есть вместо t надо подставить натуральный логарифм x. Вот смотрите, вверху наша подстановка, да? Значит, поэтому возвращаемся назад и записываем окончательный ответ. То есть в итоге тогда у нас получается, вместо t это натуральный логарифм x. Далее, минус натуральный логарифм 2 умножить на натуральный логарифм модуля, под знаком модуля, вместо t натуральный логарифм x плюс натуральный логарифм 4. Ну, в принципе, здесь можно было как угодно упростить. Можно было сумму логарифмов здесь посчитать, да? То есть логарифм, натуральный логарифм от 4x. Можно так оставить. Здесь уже, я думаю, дело техники. Плюс натуральный логарифм 4 и плюс константа c. Задача решена. Еще раз хочу повторить. То есть тут можно по-разному было дальше преобразовать. То есть можно было вот здесь, например, двойку вынести вперед. Четверка это 2 в квадрате. 2 в квадрате, а вот эта двойка выносится вперед, но тут двойка остается. Можно было так оставить. Можно было записать как сумму логарифмов, расписать и так далее. Я думаю, здесь уже это не принципиально. Главное, что вот этот вот ответ можно, кстати, оставить вот в таком виде. Все, задача решена.